Здравствуйте! Вот вы, наверное, обращали внимание, как разнообразны сюжеты исторических хроник Шекспира. Ну, они наиболее известны у нас из английской драматургии, да? И другие драматурги тоже отдали дань своей истории британской. Очень разнообразны. Заговоры, всякие конфликты, покушение на убийство, захват власти. О, огромное изобилие. А вот у нас, в российской истории, в общем-то говоря, как-то вот зацепиться-то особенно не за что. Есть единственный период у нас времени, это примерно, значит, начало 17 века, смутное время. То время, когда вот в конце 15-го ушел в мир иной Иван Васильевич Грозный, захватил, власть досталась, в конце концов, Борису Федоровичу Годунову. Потом он ее лишился, потом череда самозванцев, Шуйский, Василий. Вот тут вот сразу есть три замечательных исторических произведения у нас в нашей драматургии. Алексей Константинович Толстой написал, смерть Ивана Грозного, царь Федор Иоаннович и царь Борис Федорович Годунов. Борис Годунов. Вот, вот единственное место, где вот что-то за что-то может зацепиться в истории. Все остальное ушло гораздо более гладко. Не сказать, что у нас легкая была история, жизнь была тяжелая, а вот так вот не за что зацепиться. Вот хорошо это или плохо? И почему у британцев была такая интересная история? Кстати, еще чем нам британцы интересны? Есть такой идиоматический оборот, британские ученые доказали. Знаете, он немножко шуточный, но тем не менее, все-таки британские ученые. Наверное, создателями современной науки были британцы. Вот, как меня учили, это первые ученые современного типа. Айзек Ньютон, Исаак Ньютон. Вот он. Он специально выбрал портрет, где он не похож на все прочие наши портреты. Такое скучное, усталое лицо. Значит, почему так повезло британцам? И повезло ли им на самом деле или нет? Видите ли, в чем дело? Так уж получилось, что в Британии долгое время существовало некое такое вот несколько центров власти. Король или королева и парламент. Они часто враждовали, часто вступали в конфликт. Были претенденты на престол, самозванцы, в общем, в своем роде. Все, что, все кто угодно. Но их мог поддержать парламент. Поэтому могла начаться гражданская война. И часто и случалось. У них это обычное дело были, гражданские войны. У нас-то наша история трудна. Вот, ну вот, эпоха самозванца. Ну, в известном смысле, все эти истории связаны со Степаном Разиным. Ну, и позже, в 18-м веке Пугачев. А так-то, по большому счету, вот такого всякого... Ну, там вот, Болотников, все прочее. Это в эпоху как раз смутного времени было. Вот, и все. А у них вся история такая. И наука там почему появилась? Вот, благодаря некой такой вот самостоятельности людей, которые там жили. Независимостью от монарха, да, от суверена. У нас-то царь был всему глава. Он хозяин земли русской. А все боялись холопья его. И он вправе их наказывать или жаловать. А у них каждый землевладелец, он сам себе хозяин. У них вот этот вот порядок определенный, определенный закон, да, что-то там можно доказать. Правоведы, да, вот крючкотворы. Но хорошо это или плохо было для Англии, для английского народа? Ну, с одной стороны, да, вот она, наука появилась, много поводов для литературы. Народу много там побили казни и все такое прочее. Хотя население там было поменьше, чем в России. Но побили там не меньше, чем у нас, по всем этим поводам, по поводу всех этих конфликтов. Вот она свобода, цена свободы. Хотим свободы, значит, надо за нее платить. Вот британцы по полной программе заплатили. Ну, во-первых, у них шикарная история, шикарная наука, понятие о правах человека, да, вот это вот. Это все вот так у них. Все это оплачено жестокой ценой, на самом деле. Вот нашему русскому менталитету как-то это не очень нравится. Ну, желаю вам удачи, всех вам благ, до свидания.